Красиво, да? Хорошая лошадка. Это не лошадка, это мамонт какой-то. Тема новогодних подарков, которая в этот период времени волнует многих, нас сегодня привела в удивительное место. Это комиссионный магазин брендовых юберных украшений, предметов роскоши и антиквариата. Материальную, эмоциональную, этическую, а также техническую стороны приобретения актуального подарка мы обсуждаем с управляющей Камзола Натальей Давыдовой. Вышлист – это очень здорово, где ты прописываешь то, что ты желаешь, что тебе необходимо. В сегодняшний день это практикуется, но не настолько распространенно. А вообще, я считаю, это необходимо прям культивировать. Это очень важно. Во-первых, это позволит получить по-настоящему желанный подарок, а во-вторых, избавит вас от чего-то ненужного, что не приносит радость и к тому же занимает место. Вишлист в нашем случае – это понятие условное. Под этим подразумевается возможность озвучивать свои желания, какими бы дорогостоящими они не были. Можно же подарить копилку, скажем так, с первым взносом. Это будет и весело, и креативно, и необычно, и при этом практично. Из сферы дружеской и корпоративной переходим в личную. Здесь также проявляется идея конкретных пожеланий, без каких-либо, пусть даже прозрачных намеков. В свое время я сделала вопрос среди своих друзей-мужчин. Что надо сделать женщине, чтобы тебе дарили подарки? Мне абсолютно все мужчины отвечали одинаково. Нам необходимо говорить прямо и четко, что я хочу. Учитесь это делать, учитесь озвучивать свои желания. Это очень важно. Если такой подход к подаркам может показаться слишком рациональным, следует добавить моменту эмоций. Самый простой способ – своей рукой подписать открытку. При получении подарка в последующем мы помним свои эмоции, которые связаны с тем, как ты это получил. Написание открытки – это самая лучшая самопрезентация. Она остается. Коробка раскрыта, подарок достали, а открытка она осталась. Ты можешь посмотреть и улыбнуться, прочитав ее в любой момент. В пятерку самых популярных, самых желанных подарков на Новый год по-прежнему входят ювелирные украшения. В наши дни это явление очень широкое. Ювелирный рынок на сегодняшний день он такой широкий. Есть масс-маркет ювелирных украшений, есть просто бижутерия брендовая, дорогая. Но также существует и классика, существует другое направление. Это украшения знаменитых ювелирных домов, а также высоких ювелирных характеристик. Такие ювелирные украшения представляют собой непосредственно высокую ценность. Их можно передавать по наследству. Это может быть каким-то семейным символом. Если по каким-либо причинам вы примете решение продать данные изделия, даже через год, они не потеряют стоимости, в отличие, предположим, от трендовых каких-то изделий. И еще одна идея, хоть и не относящаяся к подаркам, но непосредственно связанная с новогодними торжествами. Прокат драгоценности на мероприятия. Это уже давно практикуют голливудские звезды, так почему бы не последовать их примеру? Скажи, как ювелир мог дать его на прокат? Он весьма доверяет мне. А вообще, сколько это стоит? Четверть миллиона. Четверть миллиона?